всем привет друзья это или дендерс сегодня будем тестировать новый кораблик альянс challenger как некоторые называют старший брат чифтейна или младший брат не знаю там где-то слышал а может и на форуме читал вот но не в этом дело посмотрим что за корабль и он у меня особо не улучшен практически стоковый сейчас по быстренькому пробежимся по фиту и вылетим куда-нибудь постреляем ну что было улучшено это поставил чего не было сток стоит в гнездах пучковый лазера эффективный на охлаждение как на теплоотдачу три штуки орудия второго размера это скорострельная с снаряда большой мощностью и три многоствольных орудия стоковый с магазина далее креплениях общего назначения усилители щита просто сюда накидал те что были на складе других нет так что не судите строго я особо не планировал вылет какой-то боевой просто посмотреть как он рулится как стреляет значит один по всей видимости в максимум на жир на жир это старенький ну еще до обновления с этими инженерами на жир тоже и на резисты один далее в обязательных внутренних поставил композит военного класса наверное я сделаю вот так вот будем полегче маленько да странно гараж до сих пор тупит какие-то манипуляции все тупит и это с учетом того что я еще в игре то в режиме соло в частной группе по моему еще сильнее в открытой даже прыжки ну все тормозит одного не знаю но это через некоторое время то это пройдет все нормально заживет далее гибридная силовая однако и обычной хватило бы сколько там обычная выдает сейчас посмотрим обычная 25 выдает гибридная 33 она потребление у нас 26 и 2 можно и обычную поставить немножко просто поколупаться с приоритетами по энергии маневровый двигатель ну когда полетел я к этой к фелисити я делал там рамочно сместительный заодно чутка крутанул маневровый двигатель на три гайки получилось хватило хватило ресурсов только на три гайки но я крутил именно для того чтобы воткнуть сюда сюда ускоритель и спецэффект потому что рецепт у меня этот закреплен то есть важно чтобы спецэффект стояла потом ресурсов насобирают докручу до конца его ну фсд не имеет смысл показать боевой корабль далеко мы летать на нем не будем и распределитель питания от гвардов сенсоры слегка легкий гайка или три тоже у фелисити крутанул но и может быть докрутил потом уже по рецепту идем далее необязательное внутренние значит стоит двухпоточный щитогенератор но ускоритель этот тестировали так и не снял сколько он без него то будет прыгать если его продать 25 хватит но у него небольшая масса пусть висит на корабле и остальное что там по стоку было что-то я убрал что-то оставил ну не так важно пробный вылет так что ничего страшного и стоимость страховки у него как у клопа в общем страховка небольшая ну что ж вылетим постреляем посмотрим что этот кораблик умеет делать как умеет делать что за маневр у него в общем все эти вещи затестим ну вооружен так себе я бы как бы для боя по-другому вооружил ну что было то и воткнул захотелось просто именно инженерные какие-то пушки они простые с магазина стоит ну на полном стоке как-то совсем грустно летать что ж погнали пристегните ремни и всем приятного просмотра и мы на месте достаем оружие я распределил по огневым группам вот так приблизительно большой пучок будет стрелять вместе с мелкими пулеметами орудия уже отдельно будем когда снимем щит ну либо все подряд как я обычно это делаю вот питон я думаю для начала нам подойдет распределю поровну энергию посмотрим как оно все это будет надеюсь он в розыске ну конечно и силовую установку у него выберем ну я думаю можно начинать его ну хватает капоситора и на пулемет и на лазер хватает в принципе но двух пипок на капоситоре хватает орудиями добавлю не получается ему в корму зайти никак он как-то крутится на малых скоростях другое поведение у неписи стало после обновления ну или вы я давно конечно не играл может просто кажется но я до сих пор мужчин не могу снять она еще банку начал сжирать можно было конечно взять с собой рельсу но тем не менее он по мне не очень сильно бьет то есть 2 . справляется с зарядом нормально интересно сколько у него еще этих банк все дожгли дожгли его щит ему дожгли нормально он начал по мне ракеты применять слушай ну получается с орудиями с пулеметами если всем подряд не лупить не успел я вернуться то как бы хватает капоситора двух пипок надо добивать его захватить готово добили у него даже щит успел зарядиться и у меня просесть долгий какой-то бой затяжной был и нет никаких кораблей рядышком давай я дам на щит на двигатель и вот туда в ту сторону густанем долго с ним летал что-то возился на чифе как-то они быстрее разлетаются хочется анаконду попробовать она менее поворотливая смогу ли я долго продержаться у нее в мертвой зоне ну вот еще питон хороший питон это питон без банок и фольги я думаю ну я имею ввиду если это питон противника разумеется нету анаконды разумеется и и и и и и Слушай, хорошо я это за ним пристроился. Ну вот он бы встанул, да, ушел от меня. Попал. Так, я на кого-то напал там случайно, не успел оружие выключить, кто-то меня еще херачит. Да блин, добью я тебя сегодня, нет, чувак? Готово. Так, а где тот второй-то меня бил? Ну, по маневру вроде не очень, хотя это не совсем объективно, потому что здесь у меня двигатель-то на три гаечки только. О, давай иглы-то попробуем размотать. Перекрутит он у меня, нет. Главное, чтобы они меня не размотали, их трое там. Два игла. И ДБЕшка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 так с этим разобрались давай иглов теперь промахиваюсь далеко промахиваюсь ну и издалека он не особо жарит то и лазер-то топ но ходила так готова нифига они меня покосали это хорошо сид мне выбили он уже особо не нападает на меня готова вот так то есть не особо то и мощное крыло и разобрали в 15 процентов осталось корпуса а так вроде бы рулится неплохо ну разумеется учитывая то что не до конца здесь движки улучшен но и это почти столько и корабль ну грубо говоря так неплохо рулится вот только пока непонятно все таки я думаю что вот учив это получается у него разница какая что у тифа третий слот а здесь вместо 1 3 слота нам дали два вторых по сути по огневой мощи наверное посильнее должен быть вот этот challenger не знаю в общем нужно его полностью будет на инженерить и уже сравнить два эти корабля но они оба боевые понятное дело ну управляется приятно конечно я думаю что в принципе будет он у меня стоять в ангаре и буду я на нем попробую и миссии сделать вот эти для крыла в общем еще и на нем полетаю со счетов его списывать не будут вот мне например chief больше чем фаз нравится как-то ну получше летает поприятнее ну что ж на этом я думаю первый взгляд так сказать это даже не тест просто первая политушка по стрелушка может считаться законченной спасибо всем за внимание и до новых встреч